Давайте станем супер-людьми. Давайте. Да, знаете, как по Пруткову. Хочешь быть счастливым, будь. Будем, будь, да. Известный футуролог, физик Митио Каков очень много проведел интервью с отличными учеными и исследователями. Он пришел к тому, что мы движемся, благодаря технологиям, к супер-будущему. Когда все новые девайсы, новые аппараты могут нам помочь стать лучше. Вот если бы мы могли действительно строить так, вот вместо телефонов раздать всем такие аппараты, которые бы нас все время делали лучше. Вот эта идея. То есть мы говорим о том, что человека можно оцифровать, можно оцифровать его воспоминания, сделать аватар. Все, что хочешь, можно сделать, если ты не исправишь людей. Ты этим сделаешь просто ужасное будущее человечеству. Мы сегодня находимся на пороге. На пороге. Что если мы себя не начнем исправлять в соответствии с нашими техническими возможностями, мы приведем себя к такому миру, в котором все захотят принять таблетку и умереть. Вот над нами работает огромный суперкомпьютер. Это вечно, это верно, это высший разум, это творец. И мы тут никто и ничто. Единственное, что с нами происходит, это все, что делается им, для того, чтобы мы осознали свое ничтожество и захотели бы соединиться с ним, и исходя из его уровня, исходя из его уровня, видеть свою жизнь. — Тогда вот такой простой вопрос. Что такое суперчеловек? — Суперчеловек — это человек, который вбирает в себя свойства Творца. От того, что я сделаю себя сборищем всей информации мировой, сделает меня только идиотом. Давайте поднимемся. Мы духовно поднимемся с этой земли. Мы останемся на ней существовать пока еще, временно, в качестве наших тел, а сами начнем подниматься духом, постижением. Мы увидим другой уровень. Другой уровень. Мы можем сегодня уже представить его информацией, действий, которые не относятся к нашим земным делам. Давайте поднимемся в него, уровень нашего управления. То, откуда управляемся мы, давайте поднимемся туда. Начнем видеть совершенно в других определениях, в других объемах, в других ограничениях. Там нету ничего всего этого земного. И оттуда уже увидим дальше, куда мы можем идти. Но это совсем в иное измерение. Не это измерение из трех, из четырех составляющих. То, что мы… Это нечто иное. Нет, я прочитала в одной из ваших статей о том, что бесконечность – это такой вид восприятия. Да. О том, что это просто бесконечное количество связей между творением и творцом. Неограниченное. Когда нет отдельных связей между творцами и творениями, и вообще кем угодно и как угодно, а когда все они сливаются абсолютно вместе в одно единое целое. Нет проводочков, а все сливается вместе. В одну систему. Вот у нейронов есть такие аксоны, которые являются связующим таким элементом. А что вот в этих связях неограниченных является связующим элементом? А нет уже их. Они пропадают. Состояние превращается в слияние. Когда нет разницы между управляющим и управляемым. Когда они дополняют друг друга настолько, что превращаются в одно единое целое. Так называется один.